В дни весенних каникул сотрудники историко-краеведческого музея провели серию тематических экскурсий для школьников и студентов. Юных посетителей познакомили с экспозицией музея Бендерской трагедии в субботу, памятная для бендерчан дата. Музей Бендерской трагедии. В экспозициях письма, документы, фотографии. Все, что хранит память о горячем лете 92-го. Здесь оживают эпизоды истории. В экспонатах этого стенда «Кровавая весна. Пролог необъявленной войны». Она предшествовала вот этой вот кровавой бойне Бендера. Ее называли Бендер весной терроризмом. Это было время, когда людей убивали из-за угла, нападили в лесопосадках со следами страшных пыток. На этой фотографии убиты Сергея Красуцкого, который в марте 92-го года, тело было его найдено в Гермавельском лесу со следами страшных пыток. Наш город одним из первых увидел истинное лицо национализма. Первоапрельская трагедия в Бендерах потрясла мир, стала точкой невозврата. Жизнь бендерчан разделилась на до и после. Город содрогнулся. Приднестровцы осознали – борьба будет не на жизнь, а на смерть. Крупная террористическая акция тогда весной состоялась на улице Сапхозной, которая ныне носит имя Вечна. Когда со стороны села Протягайловка, вот на улицу Сапхозной выехали два ПТР, остановились возле автогаражного кооператива, повернули башню с пулеметами на проезжую часть. А в это время проезжал микроавтобус с милиционерами, гвардейцами. Полицейские открыли огонь на поражение. Последствия того черного дня до сих пор в сердцах и душах бендерчан. Первоапрельская трагедия – наша боль и память. Как и другие страницы борьбы за независимость. И часть истории республики, которую нужно знать, говорят историки и студенты бендерского политеха. Такие мероприятия посещают регулярно. Ребята молодые, они не совсем знакомы, лично не прочувствовали ту ситуацию. И слава богу, до этого времени все стабильно. Но для того, чтобы они все-таки поняли то, как это все происходило. Чтобы посмотрели предметы, которые принадлежали тем, кто участвовал. И чтобы все-таки они как-то прониклись и поняли, что вы сами как-то содействовали тому, чтобы такого больше не повторялось. И понимали всю суть происходящих событий. О событиях 92-го Оксана Головченко знает по рассказам родных. В музее бендерской трагедии впервые. Увидеть воочию то, что только представляло себе. Сильное впечатление, говорит студентка. Вместе с однокурсниками с интересом вглядывается в экспонаты. Представляю то, что они пережили. Особенно не могу представить, что пережили те, кто воевал и являлся защитником нашего Приднестровья. Мы должны помнить о том, чтобы без прошлого нет будущего. Поэтому все-таки правильно, что в нашем городе открылся, ну, отреставрировался, так сказать, музей. От экспоната к экспонату юные посетители буквально вдумываются в историю. Будущие дизайнеры и архитекторы оценивают и сам музей почти с профессиональной точки зрения. Высказывают свои мысли. Музей обновили прошлым летом, к 30-й годовщине бендерской трагедии по инициативе главы государства. Сейчас музей выглядит намного тематичнее, светлее. Гармонирует как стены, так и световая подача. Цветовая также. Здесь стало более просторно. Очень понравилась, как оформлена сейчас экспозиция. Очень эстетически, в черно-белом-красном цвете. Мне безумно понравилась экскурсия. Такие экскурсии проводят в музее регулярно. В завершение документальный фильм о миротворческой операции «Путь к миру», который нужно беречь.